Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, как сейчас уже начинают это раскручивать. Поэтому этот год будет особый и в основе всего, как я часто говорю, лежит экономика. Что там говорить? В правительстве, если говорить об экономике, Министерство экономики занимает особое место. Прямо скажем, вы планируете, вы контролируете и во многом направляете экономическое развитие страны. Ну, если не исполняете, но планируете для всех исполнителей, в каком направлении двигаться. В этом плане я хотел бы видеть Министерство экономики. Скажу откровенно, я его замечал в течение года нечасто. Вы понимаете, что я не совсем удовлетворен работой Министерства экономики. И это не удовлетворенность в том числе ложится и на вас. Вы первый заместитель Министра экономики. Но я очень надеюсь, что ситуация поменяется. Как первый заместитель вы многое могли, но не все. Я это понимаю. Заместитель есть заместитель. Есть руководитель, но вы видели те недостатки, которые надо устранять. Изучая вашу всю, так сказать, подноготную, потому что это, ну, считайте, основное министерство в правительстве. Я пришел к выводу, что вы можете организовать работу в Министерстве экономики. По крайней мере, для этого у вас есть все. Но в основе вашей работы должна лежать исключительно правда. Никакого приукрашивания. Рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов. Поэтому ни в коем случае не врать. Все как есть. Потому что если вы неточную информацию, мягко говоря, будете предоставлять мне, значит, будет неправильное управленческое решение. Вы это лучше меня знаете как экономиста. Поэтому еще раз подчеркиваю, я хотел бы видеть активную роль Министерства экономики. Да, вы предлагаете проекты планирования нашей экономики. Тактические и стратегические. Тактические на год, стратегические на пятилетку. На Всебелорусском народном собрании вам часто придется выступать, обосновывать те или иные направления деятельности власти в целом и страны на перспективу. Поэтому вы к этому должны быть готовы. Легко не будет. Будет тяжело. Особенно в этом году. Не потому, что нынешний президент хочет быть и дальше президентом. Не потому, что кто-то чего-то хочет. Мы просто людям должны еще раз доказать, что мы честно, искренне работали эти годы. Ну, а если получится убедить людей в том, что лучше нас не будет. Говорю открытым текстом в начале года. И Министерство ваше должно сыграть здесь существенную роль. Михаил Михайлович, что касается вас. Я согласился на назначение. Ну, у меня, конечно, будут претензии к вам. Почему? Вы знаете, в каком состоянии сегодня ваше министерство фактически. И мне очень не хотелось бы, чтобы мои подозрения в том, что вас хотят просто тихонько сместить на какую-то другую должность, чтобы это подтвердилось в будущем. Я очень надеюсь, что ваша работа в Индии, а вы владеете иностранным языком, английским, эта работа принесет значительные плоды. Индия – огромная страна. Я не могу быть доволен тем состоянием дел, которое у нас складывается в белорусско-индийских отношениях. Скажу откровенно, в отношении с Индией мы деградировали. И поэтому за Индию персональную ответственность несет министр иностранных дел. Со времен покойного Владимира Владимировича Макея ему было поручено разработать план действий на индийском направлении по некоторым моментам и доложить. Такому плану Министерства иностранных дел во времена Владимира Владимировича Макея подходили. Министру новому я поручил. Индия – зона твоей ответственности. Основные внешнеэкономические партнеры. Российская Федерация, за которую персонально отвечает Головченко, премьер-министр. Китайская Народная Республика, первый вице-премьер, вы это знаете, Николай Геннадьевич Снабков. И Индия. Я не скажу, что мы там развернулись. Это наш очень важный партнер. Нет. То, что мы производим, мы спокойно можем и в Китае, и в России продать. В некоторых странах на Дальней Дуге, о чем я говорил. Но Индия – огромный рынок. И мы там были представлены. Мы там работали. Современно Советского Союза. Нам надо определить основные направления, где мы что-то можем сделать и где мы будем, прежде всего, полезны Индии. Это основа этого плана. Поэтому с министром иностранных дел, своим министром, вы определитесь. То же, что и министру экономики, вам скажу, сладко и легко не будет, потому что надо выстроить фундамент наших отношений по основным направлениям с Индией. Мы не развернемся в Индии, как в Китае, допустим. Меньше работали. Да и, слушайте, ну, у нас не такая экономика, чтобы уже разворачиваться по всему миру, как Китай или Россия. Нам достаточно определить основные направления и работать с Индусами. Ясно, что у них хорошее лекарство. Нам они очень нужны, технологии определенные. Еще кое-что они умеют делать, не только алмазы обрабатывать. Это для нас тоже важно. Мы этому придаем приоритет большой. Есть товары, которые мы можем туда продать. На основе технологий нашей можем даже и какие-то предприятия там создать. Известное направление деятельности. Надо определиться. Поэтому Индия – непростое направление. И вы, как человек практичный, хоть у вас не очень получилось в нашем концерне лесной и целезобмажной промышленности, тем не менее опыт, я думаю, вы свой можете использовать на индийском направлении. Но, упаси вас Господь, думать, что это для вас отдых. Или вы ушли куда-то в сторону. Нет, идете по восходящей. Что касается помощника по Витебской области. То же самое могу сказать. Вы знаете Витебскую область. Область непростая, если не сказать больше. Вы – аграрий. Вы хорошо знаете сельское хозяйство, исходя из вашей биографии. То, что нам надо в Витебской области. Проанализируйте. Тот путь, который мы обозначили в развитии сельского хозяйства. Вы знаете, что мы создавали там интеграционные структуры, компании и так далее. Их несколько там. Я не говорю об итогах работы и прочее. Всего хватает. Но почему я на этот вариант согласился. Он, в принципе, без проигрыша. Но он, ведь, ничего не портит. Если это не удастся нам реализовать, ну, очень просто интеграционные структуры разбежаться. Так же? Они же ничего не теряют. Поэтому надо попробовать реализовать этот проект до конца. Это ваша задача наиважнейшая. Но реализовывают люди. Вы инспектор по кадрам. Поэтому работайте вместе с губернатором, но не забывайте, что вы не подручный губернатор. Вы уши и глаза президента в этой области. Я от вас жду объективной оценки. Драки там быть не должно. Должна быть объективная оценка ситуации. Вы знаете мои решения. Они всегда от жизни. Если ты не можешь в колхозе, в совхозе, по-старому говоря, накормить скот, ну, так отдай им тем, кто может накормить. Так же? Ибо они погибнут. Скотина погибнет. Вы кто по образованию? Я за технику. За технику. Я специально... Понимаете. Поэтому все должно быть от жизни. Качественная корма, сколько бы их не было. А для этого у нас закончится строительство. Да и по всей стране. И у вас траншеи для того, чтобы хранить нормально корм. Технологически правильно заготавливать. Не надо плакаться, что у нас в сельском хозяйстве не хватает людей. Что значит не хватает? Катастрофа, когда люди лишние. Я это проходил. Может и вы сталкивались. Вот это беда. А когда есть работа, так надо работать и зарабатывать. Ну и потом, там, где не хватает классных специалистов, ведь город повытягивал, села немало, ну так они живы и здоровы. Надо их найти. Высококлассных. Их надо 2-3 человека в трудные времена, ну 5 на хозяйство, чтобы на комбайне работал, с мозгами человек, энергонасыщенным трактором. Найдите их заранее, установите с ними отношения и работайте. У меня так было. Я своих ребят, которые уехали из моего хозяйства работать куда-то, далеко они не уезжали. А некоторые жили у нас, а работали за 5-7 километров от хозяйства. Я установил с ними отношения. Они с удовольствием проезжали и работали у меня на комбайне. Только на комбайнах, на остальную технику у меня людей хватало. И на комбайне не потому, что не хватало. Серьезные комбайны. А бы кого не посадишь. И мне нужны были очень толковые люди. И когда у меня их не хватало, человек 5-7, я хозяйство большое было, я этих ребят привлекал. Они блестяще работали. Но это должна быть стратегия в каждом хозяйстве. Райсполкомы должны этим заниматься. Поэтому я надеюсь, что результат от вашей работы будет. Очень надеюсь. Надо найти свое место и работать в интересах Витебской области. Надо вытащить Витебскую область из того состояния, в котором она находится. Я не скажу, что там катастрофа. Но это область не лучшая в стране. А возможностей у нее немалая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова